Дорогие братья Абрамовы, вы должны знать, что это не только потеря вашего брата, это, во-первых, потеря нашего бухгалского народа. Но несмотря на сегодня такой забочий день, все люди пришли, проводили на последний год, и даже те, кто услышали. Мой Иосиф, ваш брат, это человек, который никогда духом не падает. Я сам его очень хорошо знаю. Я видел его, даже если в последнее время он был на коляске, я могу сказать, в своей машинке. Он был, во-первых, веселый, и во-вторых, он был очень подвижный. Он не любил себя на поместье. Он любил себя в движении. А когда человек в движении, он, значит, никогда духом не падает. Значит, он старается жить и верить Богу. Вот мой Иосиф, у него, несмотря на то, что он был на коляске, да, это было ему тяжело, но он не мог перенести боль своего брата, то, что он потерял полтора года тому назад. Иосиф Малаев спел такую песню, «Ахамад долгий, долгий джигар мазбинанс». И вот, Боже, сказал Малаев, это человек, который, он показал любовь, уважение к своим братьям, что когда мой Иосиф скончался, он был здесь и в Америке проводить на последний год и поддержать свою семью. И вот сегодня он тоже, когда услышал, что брать заболел, он, несмотря на свою силу, он, несмотря на свой возраст, он, несмотря на свою семью, он все это оставил, приехал сюда поддержать свою семью. А это что показывает? Если мы просто скажем Остану Макандову или Абрамову, самаркандские много не знают. А когда скажешь Остану Макандову, это имя гремело в Средней Азии. Или когда говорили Улили Давиди, значит, это тоже человек, через свои добрые дияния, он остался, что это было доброе, хорошее имя. А за этими людьми остались дружные дети, которые, апостол, она находится с поколением Коэнов. А кто был Абрамов Коэн? Это человек Огэшаном Бенадэшаном. Человек, который и любил дружбу, и за дружбой бежал.